Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня будет видео о косметике, о моем отношении к косметике в том числе. И я буду разговаривать о, скажем так, сегментах косметики, то есть это о натуральной, органической, профессиональной, аптечной, люксовой и масс-маркет. Так что, кому интересна такая тема, продолжайте смотреть. И сразу хочу оговориться о том, что я никого ни на что не агитирую, ни в коем случае я высказываю свою точку зрения, то, как я это видела, когда работала в сфере профессиональной косметики и, скажем так, делюсь какими-то знаниями с вами. И эти знания для многих из вас не станут открытием. Я Америку здесь открывать не буду, и многие, я думаю, все это прекрасно знают и понимают. В общем, давайте начнем. И первый сегмент, о котором я хочу поговорить, это натуральная и органическая косметика. И я могу сказать, что это два совершенно разных сегмента косметики, и очень многие путают натуральную и органическую косметику. Ну и давайте разберемся, что такое у нас органическая косметика. Органическая косметика – это та косметика, которая получила международный сертификат. И к ней предъявляется ряд требований. Я назову основные из них, и здесь тоже не открою Америку, я думаю, многие об этом знают. Первое – это то, что сырье должно выращиваться в экологически чистых местах. Также сама упаковка данной продукции не должна наносить вред человеку и окружающей среде. В том числе эта косметика не тестируется на животных и должна содержать как минимум 95% органического сырья. И такой есть немаловажный пункт, что для производства этой косметики, точнее для сохранения полезных ингредиентов в составе, необходимо иметь особые технологии для сбора и производства данной продукции. То есть эта косметика не может быть дешевой. Ее себестоимость достаточно высока, и мы это все с вами прекрасно понимаем. То есть настоящий органический шампунь не может стоить 200 рублей с бутылочку, потому что себестоимость его достаточно высока. Также на такой косметике должны стоять на упаковке определенные значки, что эта косметика получила вот этот международный сертификат. Если честно, я не помню, как должны они выглядеть, но я думаю, кому интересно, тот найдет в интернете, то, как она должна выглядеть. Работает ли для меня эта косметика? Да, работает, но именно с этой косметикой нужно быть достаточно осторожным, потому что те или иные органические ингредиенты могут по-разному работать на разной коже и на разных, соответственно, волосах и так далее. То есть здесь нужно четко определить проблему и четко определить те ингредиенты, которые необходимы, или сочетание тех ингредиентов, которые необходимы для решения того или иного вопроса. Поэтому для меня здесь нужно как раз-таки углубляться не только в составы, но вообще в само производство и в саму суть этой косметики и уже непосредственно ей пользоваться. И также вы прекрасно понимаете, что если на упаковке написано, что эта косметика не тестируется на животных, это не значит, что она является органической. Также у этой косметики есть там определенные свои нюансы, в том числе и определенный список неких зеленых, по-моему, так их называют, ингредиентов. И этот список, кстати, где-то можно найти в интернете, он вполне доступен, и этот список на самом деле не такой уж большой. Также мы знаем, что в том числе и органические компоненты, которые могут содержаться в косметике, они могут вызывать аллергию. Поэтому здесь достаточно сложное производство у этой косметики, и эта косметика не может стоить дешево. Это нужно понимать. Ну и натуральная косметика. В чем же ее отличие от органической косметики? Естественно, конечно же, это в производстве. И натуральная косметика может называться таковой, если она имеет в своем составе хотя бы один ингредиент натурального происхождения. То есть практически вся косметика, которая продается у нас на рынке, может называться натуральной. И также эта косметика, то есть натуральная, она может в себе содержать ненатуральные компоненты. Поэтому для меня лично гнаться за натуральной косметикой не имеет никакого смысла. Более того, опять же, вернемся к производству этой косметики. Как я уже сказала про органическую косметику, некоторые компоненты, даже большинство, требуют особых условий производства. То же самое относится и к натуральным компонентам, не только к органическим. То есть, как вы знаете, например, из простого витамин С при термической обработке разрушается. И поэтому здесь тоже, чтобы именно говорить, что я пользуюсь натуральной косметикой, и она работает, здесь нужно четко понимать, какие компоненты, как производятся, как добавляются и так далее и тому подобное. Опять же, если вернуться к составам, то если взять, например, шампунь, 80% это бытового шампуня, составляет вода. И 20% это активные ингредиенты. Процентное соотношение этих ингредиентов никогда не указывается, и никто не обязывает производителя указывать на упаковке. Соответственно, вы не можете знать, какое количество добавлено в эту косметику того или иного ингредиента. Например, тоже органовое масло. Сейчас везде, куда ни посмотришь, можно найти какие-то продукты с содержанием органового масла. Только, вот представляете, 20% активных ингредиентов. И если это шампунь, то это, конечно же, моющие компоненты в большинстве своем. Так вот, органовое масло, даже если оно стоит там, я не знаю, вот у вас список из 10 ингредиентов, это органовое масло стоит там, третье с конца или даже в середине списка, то его содержание все равно может быть крайне маленьким. Поэтому я, скажем так, принимаю натуральную косметику, но я в нее не верю. Я не верю в то, что она действительно является натуральным. Поэтому я приобретаю эти продукты, которые написано, что они натуральные. Но конкретно то, что этот продукт 100% натуральный, я в это не верю. Более того, я не всегда верю в то, что натуральные продукты действительно работают. Но если вы пользуетесь такими продуктами, и они работают, у вас есть замечательный эффект, окей, супер, я никого не призываю все бросать и делать как-то по-другому. Так что я думаю, с органической и натуральной косметикой здесь все понятно. Теперь я перейду на косметику масс-маркет и люкс. Перед этим я говорю, что вся косметика – это бизнес. И здесь нужно это просто понимать. Есть спрос и есть предложение. Значит, что касается косметики масс-маркет, она специализируется на массовом производстве. Соответственно, производителям такой косметики не нужны постоянные клиенты. Им нужно массовое производство и, соответственно, чтобы массово покупали их продукты. И основную часть затрат, ну, не основную часть, я уж не знаю в процентном соотношении, какую, но достаточно весомую часть затрат такие производители берут на рекламу. Этим производителям абсолютно не нужно, чтобы вы просто подсаживались на их марку и покупали только их продукты. Нет. Пришли, купили один раз, попробовали, пошли, купили другую. На такое производство массовое и направлена косметика масс-маркет. Вся косметика масс-маркет. Конечно, есть, да, там какие-то бренды, они между собой соперничают и так далее, но это в основном взаимодействие между ними самими, а не между борьбой за клиента. И, соответственно, есть спрос, есть предложение. Вот сейчас модная натуральная косметика, и все подряд начинают писать, исходя из тех требований, которые предъявляются к ним как к производителям, они начинают писать, что здесь натуральная косметика, натуральная, натуральная, био еще любят писать, могут даже написать органическое, но значка сертификата там не будут. Могут написать, что не тестируется на животных, она действительно может не тестироваться на животных и так далее и тому подобное, но это все маркетинговый ход. Что касается косметики люкс, люкс-косметика – это прежде всего бренд, и я здесь полностью согласна. Люксовые бренды, они рассчитаны на клиента, который имеет определенный финансовый достаток, то есть основная часть их клиентов – это достаточно состоятельные клиенты, которые приобретают их косметику, и, конечно же, упаковка стоит в данном сегменте достаточно весомую сумму. Вот. И поэтому, да, многие говорят, что мы платим за бренд, мы платим за упаковку, я в этом соглашусь, но в люксовом сегменте составы намного-намного лучше, нежели в масс-маркете. Даже я на ютубе очень часто вижу разборы косметики, когда берется масс-маркет и люкс, читается состав, сравнивается, и говорят, зачем я плачу за люкс. Так вот, здесь конкретно нужно понимать, что одни и те же ингредиенты могут иметь абсолютно разное качество. Я возьму, например, розу. Есть там гидролаты, масло розы, вы знаете, что даже тот же гидролат розы, да, он достаточно хорошо влияет на кожу и так далее и тому подобное. Но, во-первых, есть разные сорта роз. И чем ценнее сорт розы, тем более капризнее данное растение, и, соответственно, больше затрат оно требует для того, чтобы вырастить эти бутончики, из которых потом вам сделают это масло. Правильно? Опять же, есть бутон, есть вот эти первые листики, которые открываются, да, у нас, и есть сердцевина бутона. И, знаете, мне иногда вот кажется, кто вот так вот очень сильно защищает в особенности органику, знаете, такая вот есть реклама, там, кофе-арабики или чая, когда вот такие там женщины стоят в полях, у них там сзади рюкзаки, и они вручную вот это вот все собирают. И я все время думаю, боже, неужели вы в это верите реально, что вот прямо вот так вот люди вручную собирают, и при этом эта косметика стоит 200 рублей. Нет, это неправда. Также на примере обычного растительного масла мы все хозяйки с вами, мы все прекрасно понимаем, что даже обычное подсолнечное масло, оно бывает разного качества. Так вот, люкс – это как раз-таки качественные ингредиенты. Состав может быть абсолютно одинаковый с масс-маркетом, потому что масс-маркет в основном, ну, как бы, копирует люксовые какие-то продукты и делают нечто подобное. Это, конечно же, можно найти. Опять же, это связано с продажами, с бизнесом, да. Но люксовые дома, они все держат свое имя, и они все, как бы, держатся за своего покупателя, потому что все-таки вот этот сегмент, да, покупателя, он не такой большой, как покупатели масс-маркета, скажем так. И все люксовые дома держатся за свою репутацию, поэтому они не будут напихивать вам в баночку аж бы что, да. Да, конечно, там бывают ингредиенты, которые вредны для здоровья в том или ином процентном соотношении, да, какие-то неполезные ингредиенты, но чаще всего основная масса там как раз-таки работающих ингредиентов. Как раз-таки косметика люкс, соблюдает определенные технологии производства того или иного продукта, чтобы максимально сохранить все полезные вещества этих ингредиентов. Думаю, с люксом здесь тоже все понятно, и с масс-маркетом тоже. Что же касается аптечного ухода? Вот про аптечный уход на самом деле я знаю очень-очень мало. Я знаю только то, что аптечный уход изначально был признан для того, чтобы лечить те или иные проблемы, связанные с кожей или волосами, да. И уже в процессе, скажем так, производства, тестирования и так далее и тому подобное было выявлено какие-то полезные свойства или какие-то эффекты на коже, скажем так, которые уже потом пошли на расширение линеек и так далее и тому подобное. И зачастую те бренды, которые сейчас продаются в аптеке, они изначально там, я не знаю, чуть ли не масят прыщей только производили и потом уже, конечно, расширили свою линейку и сейчас продают множество продуктов. Может ли аптечная продукция быть натуральной? Да, может. Могут туда входить, конечно же, натуральные ингредиенты, но это аптека, да. И покупая там витамины, мы, конечно же, понимаем, что не вся часть в составе является натуральной, а зачастую вообще синтетическая. То же самое касается косметики. Что же касается профухода? А вот как раз-таки профуход, он нацелен на узкий круг потребителя, на очень узкий круг потребителя. И как раз-таки конкуренция в профуходе намного больше даже, чем в люксуходе. Не только в уходе, да, но и вообще, в принципе, в косметике. Почему? Потому что профессиональные бренды нацелены как раз-таки на продажу, не знаю, вот я буду говорить об уходе, да, допустим, об уходе за волосами, на салоны красоты, какие-то, я не знаю, профессиональные магазины для профессиональных парикмахеров, на, не знаю, какие-то парикмахерские, там, институты какие-то красоты и так далее и тому подобное. То есть на достаточно узкий круг и на то, чтобы эта косметика нравилась мастеру, которая на ней работает. Почему? Потому что, если к мастеру приходит клиент, ну, допустим, по волосам, и, допустим, мастер ему просто моет голову шампунем, и через неделю к нему возвращается этот клиент и говорит, я буду мыть голову у вас каждый день. Чем вы мне таким волшебным вымыли голову, что мои волосы просто расцвели, да? Если к этому мастеру придет не один даже такой клиент, а несколько, и они станут у него постоянными, то как раз-таки этот мастер начнет приобретать эту косметику в большем объеме, правильно? То же самое касается тех же салонов красоты, да? То есть они нацелены на постоянных клиентов, чтобы к ним постоянно приходили люди, соответственно, они нацелены на качество. Я не беру такие даже салоны красоты, которым качество вообще не важно, которые стоят на потоке. Понятное дело, что любое потоковое вообще, я не знаю, производство и так далее, оно не имеет качества, да? И я даже знаю такие истории, когда в каких-то парикмахерских вот в этих приобретались вот эти бадьи большие, знаете, профессиональных шампуней, использовались и потом наливали туда чистую линию и замечательно людям мыли голову. И все как бы замечательно. Вот такие моменты я не беру. Я беру добросовестные салоны красоты. Таких, кстати, достаточно много, да? У которых работают хорошие мастера, и эти мастера действительно нацелены на постоянных клиентов. Соответственно, они стараются выполнить свою работу хорошо и добротно, да, чтобы клиент к ним вернулся. Именно поэтому профессиональный уход имеет в своем составе ингредиенты, которые действительно работают, то есть активные ингредиенты. Более того, профессиональные марки, они очень сильно следят за качеством своей продукции. Я лично видела, как целую партию шампуней просто утилизировали, грубо говоря, вылили, из-за того, что она не соответствовала тому, что было заявлено на упаковке. Не по составу, да, а по каким-то там другим. Я не технолог, я, честно сказать, этого не знаю. Вот. И, конечно же, конкуренция у проф. ухода достаточно сильная и достаточно высокая. Поэтому содержание бутылочки в профессиональном уходе, будь то для волос, для лица, еще для каких-то частей тела, оно действительно рабочее, чем не может похвастаться как раз-таки у нас масс-маркет. Вот. Но профессиональный уход, я слышала и читала такие вещи о том, что профессиональный уход не работает. Здесь нужно понимать, что активные компоненты, которые содержатся в каком-то уходе, да, они и их комбинации составлены таким образом, чтобы решить какую-то конкретную проблему. Бывают такие ситуации, и я, кстати, на работе достаточно часто с ними сталкивалась, что девушка думает, что у нее выпадение волос и приобретает себе средства, которые заявлены для укрепления волос, для кожи головы, да, соответственно, пробуждения волосяных луковиц и так далее и тому подобное. То есть вот такие средства. И начинают пользоваться ими и начинают говорить, что они не работают. И по факту выясняется, что у этой девушки проблема не выпадения волос, а проблема ломкости волос. То есть здесь, опять же, нужно четко определять проблему и четко понимать решение этой проблемы. Именно тогда косметика это действительно будет работать. Конечно, в профуходе есть и бюджетная, и среднего ценовой категории, и более высокая. И здесь уже как раз-таки напрямую зависит состав, да, состав и насколько активны, насколько рабочие ингредиенты, которые находятся в этом составе. Это тоже нужно понимать, и это тоже нужно, грубо говоря, принимать. Хотя есть некоторые марки, которые имеют достаточно низкую цену, да, в своем ценовом сегменте, но при этом имеют достаточно хороший состав. Есть некоторые компоненты, которые стоят сами по себе дорого, и они просто не могут содержаться в той косметике, которая стоит дешево. Это тоже просто нужно это понимать. Плюс там технологии и так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно же, мой выбор падает в сторону профессиональной косметики. Профессиональная косметика всегда экономит на упаковке. Упаковка профессиональной косметики, в отличие от того же люкса, да, вот чем они еще и отличаются как раз-таки, это зачастую дешевая. И я знаю, что многие производители заказывают эту упаковку в Китае из самого дешевого пластика. Вообще она на самом деле достаточно дешевая, дешевая эта упаковка. Просто ее делают такой лаконичной, более или менее симпатичной, чтобы как-то и более или менее узнаваемой, да, то есть обычно как-то у своего бренда какая-то своя определенная там упаковочка. И бренд зачастую не меняет эту упаковку, потому что он не меняет производителя этой упаковки. Поэтому профсегмент, он направлен как раз-таки на состав, на то, чтобы их продукция была рабочей. И в профсегменте то, что уобещает производитель, зачастую эта косметика это выполняет при правильном ее подборе. Зачем бренды профессиональной косметики делают линейку домашнего ухода? Все просто. Есть спрос, есть предложение. В каком плане? В первую очередь это нацелено на то, что если, допустим, вы постоянно ходите к какому-то мастеру по волосам, и этот мастер действительно хороший, он действительно желает, что называется, вам оставаться красивой и здоровой, он не будет вас заставлять приходить к нему, я не знаю, каждую неделю для того, чтобы сделать вам какую-то процедуру и так далее и тому подобное. Этот мастер, наоборот, направлен как раз-таки на постоянных клиентов. И этот мастер всегда вам посоветует ту или иную продукцию для поддержания эффекта той или иной процедуры, которую он вам сделал, будь это даже окрашивание волос. Есть так называемая техническая продукция. Это продукция, которая вот есть в салонах, да, технические шампуни там и так далее и тому подобное. Обычно это все большие бадьи. И там процентное содержание, допустим, в шампуне воды меньше, чем, допустим, в том же масс-маркете. То есть в масс-маркете процент содержания воды, как я уже говорила, 80, а как раз-таки в этих технических шампунях процентное содержание воды зачастую даже бывает 60. То есть они более концентрированы. И такими шампунями нельзя пользоваться каждый день, потому что они могут негативно повлиять не потому, что они содержат в себе вредные компоненты, а потому что происходит перенасыщение этих компонентов. То есть могут какие-то происходить моменты из серии пересушивания кожи головы или самих волос и так далее и тому подобное. Поэтому для обычного потребителя делаются менее концентрированные варианты и уже продаются в качестве домашнего ухода. Но состав там такой же. То есть я к тому, что активные ингредиенты там такие же качественные. Просто это менее концентрированный продукт. Также по поводу упаковки и по поводу честности производителей профессиональной косметики я вам могу привести пример, который был как раз-таки на моей практике. Один производитель профессиональной косметики для волос получилось так, что он сменил поставщика упаковки. И вот я специально принесла, это не конкретно этот лак, это у меня, кстати, лак обычный масс-маркет. У этих лаков, то есть вот эти большие бадьи, перестала работать вот этот, как он правильно называется, пульверизатор, да? Как правильно называется? Вот эта штучка-разбрызгиватель, да? И этот производитель отозвал за свой счет все вот эти баночки, которые были уже проданы, и заменил их на новые. Более того, он остановил производство до тех пор, пока у другого поставщика он не заказал себе новую упаковку. То есть именно профессиональные производители, они больше нацелены на качество своей продукции, но, кстати, не качество упаковки. И профессиональные производители, они тестируют каждую партию. У них обычно есть свои лаборатории, в которых производится анализ производимой им продукции. Поэтому профессиональному уходу, честно сказать, я доверяю больше. И любой хороший мастер по волосам, в особенности как раз-таки это колористы больше всего, потому что они больше изучают технологии различного производства и так далее, и тому подобное, они никогда вам не посоветуют, я подчеркну, хороший мастер, никогда вам не посоветуют ни бытовую краску, ни бытовые, то бишь из масс-маркета, какие-то продукты по уходу за волосами. Они всегда вам скажут, что вы лучше приобретите тот же шампунь и бальзам проф ухода, но у бюджетного, такие вот как, например, марка Estelle, у Лин, там еще, не знаю, Матрикс, по-моему, туда же попадают, еще какие-то есть, нежели вы будете приобретать бытовые продукты, потому что бытовые продукты не работают. Это действительно правда. То, что многие также говорят, что, ну вот я пользуюсь, там покупаю, там шампунь чистая линия, мою им вообще шампунь, зачем он мне нужен и так далее. Значит, у вас, в принципе, от природы хороший волос, вам, вы не предъявляете никаких жестких требований к качеству как продукта, так и к тому, что получается с волосами. И как раз таки, девушки с длинными волосами, они ценят качество продукции, которую приобретают. И девушки с длинными волосами, с окрашенными волосами, в особенности блондинки, в основном и увлекаются, скажем так, профессиональным уходом, потому что разница очевидна. И профессиональный уход – это невидимый уход, то есть не тот, который вот вы нанесли что-то себе на волосы, волос стали такими красивыми и глазенькими и ушли. Профессиональный уход в основном работает как раз таки на лечении волоса, на улучшение его структуры, качества, вида и так далее, и тому подобное. То есть это не чистый силикон, который вы нанесли, волосы такие гладенькие, блестящие, как в рекламе, пошли, помыли голову другим шампунем, не нанесли это маслице, которое вам сделало такие блестящие волосы, и у вас волосы как были. То есть я не говорю, что масс-маркет вредит. Нет, он не вредит, но и не улучшает качество. Это мое личное мнение, поэтому у меня всегда, когда у меня стоит выбор в приобретении той или иной косметики, я всегда смотрю в сторону профессиональной косметики, это действительно так. Вот такой у меня получился небольшой рассказ о косметике. На самом деле я не являюсь никаким технологом, или я не работала на производстве этой косметики. Я работала менеджером, как я уже говорила, и естественно по сфере своей работы я сталкивалась с теми или иными проблемами, с теми или иными вопросами, и уже, соответственно, получала какие-то определенные знания на ту или иную тему. Также я уверена, что я, конечно же, ни для кого не открыла Америку. Никакие составы я на самом деле никогда не разбирала и не занималась этим, не углублялась, честно сказать, сильно в этот вопрос. Я выбираю косметику таким образом, что я плачу за нее деньги, и я хочу получить результат. И не всегда это большие деньги. Я хочу получать результат от косметики в принципе. И здесь уже просто вопрос о том, какой результат я хочу получить, какая существует проблема, существует ли она вообще. То есть правильно ее определить и правильно назначить себе тот или иной уход. Если возникают в этом какие-то сложности, то тогда я советую обращаться, конечно же, к специалистам по тому или иному вопросу. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Обязательно напишите мне свое мнение о том или ином сегменте косметики. Мне действительно будет очень интересно почитать, любите ли вы органическую косметику или натуральную, потому что вы сами понимаете, что это не натуральная косметика. И как вы к ней относитесь, чем пользуетесь вы, и обязательно все это мне напишите. Ставьте пальчики вверх, если понравилось, пальчики вниз, если не понравилось. Всех люблю, целую. И до новых встреч!